Вопреки устоявшемуся обывательскому мнению россиян о том, что царь Петр I был заслуженно назван Великим Отцом Отечества, многочисленные исторические документы говорят совершенно об обратном. Единственная вещь, в которой Петр был велик, это в изощренных патологических извращениях. Фигура якобы выдающегося правителя России неоправданно раздута Ломоносовым, Екатериной II и Пушкиным, творцами тех самых мифов о Петре I, которые до сих пор в ходу в российской официальной исторической науке. Поразительная особенность загадочной русской души состоит в возвеличивании всяческой погани, сидящей на московском троне. Только рабы славят своих палачей, и лучше всего об этом сказал писатель Лев Толстой. Зачем поминать старое? Это говорят только для того, чтобы не поминая ужасы старого продолжать ужасы настоящего в других формах. И несчастные молодые поколения вырастают под ложным представлением о том, что про все прежние ужасы поминать нечего, что они все выкуплены теми выдуманными благами, которые принесли их свершители, и делают заключение о том, что тоже будет и с теперешними злодействами, что все это как-то выкупится, как выкупилось прежнее. С Петра Первого начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, изгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей. Казнит, жжет, закапывает живых в землю, заточает жену, распутничает, мужеложствует, пьянствует, сам забавляясь рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями евангелий. Ящиком с водкой славит Христа, то есть ругается над верою, коронует б*** свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына, и умирает от сифилиса. И не только не поминают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему. Полное собрание сочинений Льва Толстого, том 26, страница 568, московское издание 1936 года, ссылка в описании. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon, ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. Образование Петра было скверным. Он был младшим сыном царя Алексея Михайловича, и поэтому не рассматривался как наследник трона. Следовательно, и учили его абы как. Наставником Петра был хронический алкоголик, дьяк Никита Зотов. Будущий царь научился читать, писать с грубыми ошибками, считать, церковному пению и ознакомился с Евангелием. Пожалуй, Зотов и сам больше не знал и не умел. Кроме того, царевич Петр не мог спокойно усидеть на месте даже несколько минут. Ему трудно было долго удерживать свое внимание на чем-то. В наше время это называется синдромом дефицита внимания и гиперактивностью – СДВГ. Этот диагноз объясняет патологическую импульсивность Петра на протяжении всей жизни. Не исключено, что Никита Зотов для успокоения непоседливого Петра угощал мальчика водкой. В результате такого обучения Петр до самой смерти писал с вопиющими ошибками, а Зотов стал на долгие годы одним из главных собутыльников царя в безумных, почти ежедневных пьянках всепьянейшего собора, придуманной Петром шутовской организации, в уставе которой было написано «Быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым спать никогда». Веселые пьянки Петра Первого почти всегда сопровождались садистскими развлечениями, зачастую переходящими в кровавые расправы над случайными жертвами. Сложно провести четкую грань между алкоголизмом царя и государственными обязанностями. Водка Рекою была неотъемлемой частью всех аспектов жизни Петровского двора. Пьяный Петр собственноручно подвергал варварским пыткам многих собственных родных и близких. В частности, истязал родного дядю Федора Нарышкина и свою первую жену Евдокию Лопухину. Казнил родного сына Алексея. На фоне истязания родственников уже совсем буднично выглядит массовая казнь стрельцов. В припадке слепой ярости Петр Первый бросился рубить головы сам. Царь махал топором до изнеможения, а когда уже выдохся, повелел боярам лично казнить стрельцов. А когда и бояре стали падать от усталости, Петр стал вытаскивать из толпы зрителей случайных зевак, поил их водкой и приказывал брать в руки топоры. К бессмысленным убийствам и казням стоит добавить нападения бешеной ярости, во время которых Петр бил и калечил людей. Несмотря на овеянную мифами работоспособность Петра и его бесчисленное множество реформ и указов, большинство из которых были бессмысленными, как то стрижка бород боярам, регламентация длины кафтана, водопойные, ледокольные и прочие бредовые налоги, государственными делами царь почти вовсе не занимался. Анализ жизни и занятости Петра Первого позволяют утверждать, на самом деле он был лишь марионеткой на троне, свадебным генералом. Управлением России со времени Великого посольства, когда Петр инкогнито ездил в Европу и далее занимались князья Рамадановский и Меньшиков. Уточнение, какими же делами занимался сам Петр Первый, можно найти в книге «Рассказы Нартова о Петре Великом». Андрей Нартов был личным токарем царя. Ссылку на книгу вы найдете в описании к видео. Из рассказов видно, что московский государь делами занимался совсем немного. На различные, в том числе и на государственные труды, он отводил полчаса утром, пару-тройку часов до обеда, до часик после дневной неги. То есть не более четырех часов в день он уделял делам. В число коих входили и стаканчик водки с кренделем, и выбор пудры для парика, и удаление зубов своим холопом. В увесистой монографии советского и российского историка Николая Павленко также достаточно подобного бытоописания деятельности Петра Первого. Вот лишь одна цитата. Так, некоторые записи в походном журнале 1721 года могут создать впечатление о безмятежно праздной жизни царя, расходующего свою энергию на всякого рода пустяки. Когда знакомишься с записями, относящимися, например, к 4, 6 и 7 июля, их величество кушали в верхних палатах, или их величество кушали в Монплезире и там гуляли, или к 27 июля, их величество кушал в огороде и был весь день в доме, то возникает сомнение, мог ли Петр ограничиться только отмеченными заботами. Между тем, никаких других действий царя в эти дни походный журнал 1721 года не отметил. Несмотря на возникшие у историка Павленко сомнения, факты очевидны и интерпретируются однозначно. Царь кушал в огороде и дремал на диване с газеткой. И больше никаких дел у него 27 июля 1721 года не было. Так кто же тогда на самом деле занимался государственными делами? Все тот же Нартов в своих рассказах перечисляет фамилии этих людей. Допуск по делам предгосударя был в особый кабинет, под литокарной или в самую токарную. Обыкновенно допускаемы были Канцлер граф Головкин, генерал-прокурор граф Ягужинский, сенатор князь Долгорукий, князь Меншиков, генерал-полицмейстер Девиер, без доклада князь Кесарь Ромодановский, фельдмаршал граф Шереметьев, которых провожал до дверей кабинета своего. Зачем этим людям нужен был свадебный генерал Петр I? Ответ прост. Он имел право на престол, а они нет. Но занимать трон еще не значит править. Вся история России XVIII века подтверждает это правило. Однако же, несомненно, Петру I никто не мог запретить заниматься государственными делами, но из этого обычно не выходило ничего путного. Взять хотя бы инициированный Петром прудский поход в рамках русско-турецкой войны 1710-1713 годов, во время которого царь попросту забыл позаботиться о пропитании своей армии и совершил ряд тактических просчетов, в результате которых попал в окружение. Избежать разгрома удалось лишь откупившись от турок взяткой в 200 тысяч червонцев. Кстати, причиной первой серьезной инфляции в России был также Петр, вздумавший попросту дочеканить монет в казну. Это привело к обрушению финансовой системы. А чего стоила безумная блажь со строительством Санкт-Петербурга, ради которого были разорены и обескровлены целые губернии и края, а также погублено множество человеческих душ. Да и с флотом история как-то сильно раздута. При Петре I и вплоть до второй половины 18 века российские флаги практически невозможно было увидеть в дальних зарубежных гаванях. В общем, несмотря на бытующий среди обывателей миф о величии Петра I, приведенных фактов достаточно, чтобы удостовериться. Такой неуравновешенный и недалекий человек с нездоровыми наклонностями, как Петр, не мог эффективно управлять государством и удачно реформировать страну. Он этого и не делал, а был лишь ширмой, за которой скрывались птенцы гнезда Петрова. «Ловкие ребята» — тогдашний аналог кооператива «Озеро», что разворовывали Московское царство. Следствием Петровского царствования стало сокращение населения Московии на 25%, экономический кризис и создание прообраза тоталитарного государства с самодуром на троне. После смерти царя Петра его птенцы начали драться в борьбе за власть и довольно быстро сошли с политической сцены. На замену режима Петра I марионетки на троне пришли царицы. В течение большей части XVIII века престол Российской империи занимали преимущественно женщины, которые управляли государством тоже не сами, а через своих любовников и фаворитов. Но это уже тема отдельного рассказа. Спасибо за внимание! Больше материалов смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Патреон и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!